Всем привет, друзья! Меня зовут Шет и сегодня у нас будет тестовое видео, в котором я начну рассказывать про идеальное рабочее место геймера, летсплеера или вообще любого человека, который много времени проводит за компом. Вот, и сегодня я начну с того, что расскажу вам про свои мониторы. Казалось бы, зачем рассказывать про мониторы? Это всем как бы известно. У каждого есть монитор, они бывают разные, вы с них смотрите информацию, получаете какие-то картиночки, видео, там, я не знаю, печатаете что-то. И так или иначе вы смотрите на монитор, когда хотите взаимодействовать с компом. Вот как завернул. Но я решил остановиться на этом подробнее, потому что мониторы это дохрена на самом деле важная вещь, от которой зависит напрямую ваше впечатление от компа и ваше впечатление от работы за компом. И что ж, я вам расскажу про два своих монитора. У меня два одинаковых монитора, которые называются AOC 2460PF. Да, всегда обожал название мониторов, но здесь оно хотя бы читаемое. Вот, это Full HD монитор, у которого очень маленькое время отклика, всего лишь одна миллисекунда. И что его очень сильно выделяет среди других мониторов, это его частота развертки. Она 144 Гц, в то время как у обычного монитора 60 Гц. Что такое частота развертки? Это частота мерцания экрана и частота обновления картинки на мониторе. Вот, тут там будет заливать сейчас про то, что глаз не воспринимает больше 24 кадров в секунду. Ребят, бред. Я думаю, многие замечали, что картинка в игре, если у вас 24 ФПС, ну, соответственно, Гц, и, не знаю, 60, она очень сильно отличается. Так вот здесь от 60 Гц, 104 Гц отличаются примерно так же, как 15 ФПС от 60 ФПС. Потому что, ну, реально, все супер-мега-плавно, и вот это, ну, нельзя это передать словами, это нужно именно увидеть и прочувствовать. У меня даже появилась мысль, что во всяких там онлайн-шутерах или других играх, где важна реакция, у тебя охрененные преимущества. Потому что у людей картиночка, она такая, ну, не такая плавная, у тебя все очень четко и быстро происходит, и ты быстрее можешь там реагировать на всякие разные вещи. И вообще для меня они суперудобные, потому что у них клевая подставка, которая может позволять вам с монитором делать все, что угодно. Можете вот так его опустить, поднять, повернуть в любую сторону, наклонить даже... А, вот так камера не падает. Вот, наклоните вот так, и даже можете поставить их два вертикально рядом. Не знаю, кому это может быть нужно, но кому-то это, возможно, нужно. Вот, и клево, что я могу их так отцентровать оба. Вот так, раз, вот так, два, и все у меня будет красиво и четенько. И, блин, выглядят они клево. Да, я могу сказать минус, что у них достаточно толстая вот эта рамка от экрана до конца монитора. Но, в принципе, со временем ты перестаешь это замечать, и вот эта плавность, она тебя подкупает. За нее я готов лично простить любые недостатки этому монитору. Да, это как бы... Я не хочу, чтобы это выглядело как реклама, я просто рассказываю вам свои эмоции. Но, реально, эта плавность, она просто охренительная. И плюс в том, что они одинаковые, и вы, если вы перетаскиваете окошки с одного монитора на второй, они все равно и там, и там они очень плавно и четко двигаются. Что ж, ребят, вот я вам рассказал свои впечатления и эмоции от моих мониторов AOK G2460PF. Уважаю эти названия. К слову, мы сейчас начали дружить с компанией AOK, и я вместе с ними поеду на Gamescom в Германию. Это будет там с 17 по 21 число. Я буду там, буду снимать видосы с Gamescom, посмотрю на сам стенд AOK, что у них там вообще есть, какие крутые, некрутые ништяки там у них хранятся. Вот. И я думаю, что в будущем вы, ребят, сможете увидеть много интересной инфы на моем канале. По Gamescom, по Германии в целом, и вообще куча всего интересного. Так что, друзья, если вам понравилось видео, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие видео. Вступайте в ВКонтакте, подписывайтесь на Twitter, Instagram, все ссылочки будут в описании. А мы с вами увидимся в следующих видео, и всем удачи, всем пока!